Подводить итоги еще рано. Иркутский бухгалтер начал реставрировать уникальную подпорную стенку. Чего не хватает до полного завершения работ и чем интересен объект в курсе Павел Марчаков. Страх смотреть на эту серость уже все невозможно. Именно поэтому Михаил Бердник взял в руки кисть и начал красить подпорную стенку. Сооружение можно смело назвать уникальным. Весь секрет в этих объемных рисунках. Михаил живет в этом иркутском дворе больше 25 лет и прекрасно знает, как получилось создать такую необычную стену. Рассказывали старожилы, когда они строили эту стенку, они делали опалубку из пенопласта. Помогали им в этом художники, дизайнеры, выпускники нашего художественного училища. Надо дать им должное, у них это получилось. А вот улучшить стенку у Михаила не получилось. Он пытался сделать рисунки цветными, но краска быстро выцвела. Видимо сказывается отсутствие опыта, ведь Михаил бухгалтер, поэтому делает все, что может. Каждый день инициативный житель двора белит стенку и надеется, что какой-нибудь художник откликнется и поможет ему разукрасить уникальный объект. Польза от реконструкции подпорной стенки видна невооруженным взглядом. На стороне, которая не покрашена, как мы видим, лежит большое количество мусора. А на обновленной части стенки его гораздо меньше. Видимо у местных жителей рука не поднимается загрязнять. Это своего рода произведение искусства. Некоторые люди уже готовы помочь Михаилу, хоть и не разукрасить стенку, но все же обустроить территорию рядом. У тебя электрическая пила есть? У меня равнодателем есть. Привези к пилингу, ты знаешь, как красиво. После того, как будут срезаны пеньки, Михаил планирует разбить цветочную клумбу. Рассаду и горшки уже приобрел. Дело за малым. Сделать подпорную стенку цветной. Ведь если будет четко видно, что эти дети улыбаются, настроение станет лучше и у всех жителей этого двора. Павел Марчуков, Станислав Баранов. Новости по будням.